правильно да смерти не будет и кстати вот обратите внимание ум он всегда это самое очень долгое время как как раз всячески скрывается вот это состояние смерти даже как-то мы уже говорили один раз что вот этот помните помню о смерти это такой ключ к жизни что ты понимаешь что только сейчас это мгновение есть и жить надо в нем потому что в любой момент она может прекратиться а ум же делать так еще так далеко ты еще такой молодой забудь об этом отдохни ляг или что-нибудь там отложи на потом дела видите как к сожалению если бы ты жил мигом как будто день сегодня закончится и это все что ты можешь делать ты постарался побольше дел сделать правильно а так как ты знаешь что завтра будет послезавтра будет это такое дело откладываешь откладываешь и отвлекаешься например пойти там телевизор посмотреть пойти там в игрушки поиграть просто войти там пивка по глушитель еще что-то хотя это это тоже можно делать как жизнь но только ты понимаешь если это последний день потратить его на просмотр сериала это как-то ну вообще ну правда тут ты сразу включаешься не-не-не на это надо что-то важное сделать позвонить маме там не знаю зарезать кого ну что то такое энергичное сделать конечно не надо резать никого вот и поэтому он любит вот эти истории и он постоянно ими как раз и камуфлирует жизнь настоящий моменте и пытается ее выдать за что-то такое неопределенное и где он очень важен и очень важно понимание всего этого эти очень важно понимание мы всегда хотим понять и у нас кстати неудовлетворенность именно из-за того что мы никак понять не можем и думаем что мы на туповаты и надо вот еще чуть-чуть подучиться и тогда понимание окончательно придет причем понимание по самому главному понятно что понимание потому как там я не знаю заниматься профессии заниматься там я не стану устройством своего быта тут у нас все нормально а вот по вопросам такого глобального масштаба типа в чем смысл жизни да и кто виноват и что будет тут мы понимаем что понимание как-то не приходит но оно должно быть потому что в этой как раз среде зарыта вот эта страшная вещь что все-таки вот это помните 4 стадия что смерть то есть причем самое то главное смерть для кого вот именно для этого рассуждателя что как раз когда ты становишься безупречный ты понимаешь что этот рассуждатель то как раз вот он то и смертный и тут проблемы никакой нету естественная смена как вот пиджак износился да и ты ж не 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 плачешь по поводу того что он износился ты его снимаешь он бросаешь новый покупаешь а вот почему-то с этим телом нас какая такая родственная близкая связь и мы понимаем что ай-яй-яй вначале мы все думаем что это когда-то произойдет когда вот болячки начинают клевать или когда там какие-нибудь стрессовые ситуации то тогда начинается надо успеть надо успеть что-то понять а то ведь дураком помру или вообще просто надо все успеть а тут же стоит вопрос а что успевать каким способом успевать то есть но отдать долги ладно там попросить прощения это все ясно а вот и помру то я а здесь как успеть вот что-то сделать как успеть и вот тогда начинается поиск вот всяких этих историй где рассказывается как ну то есть в чем смысл да вот я помню чем было прикольно вот мое образование университете что я как раз очень много времени потратил на изучение философии я даже свой клуб там назвал философский клуб что философия она такая очень прикольная потому что там люди которые ей занимаются они тратят время только на главные вопросы то есть бытие сознание причина возникновения там как все существует какие закономерности то есть они не занимаются прикладными вещами поэтому все обычно считают философию такой дурной наука не нужны никому потому что никакого практического этого нету хотя на самом деле именно философия является базисом от всего вот в основе нашей всей технократической вот этой сейчас и постоянной эволюции революции лежит просто один простой вариант который придуман фрэнсис бэкон что опыт который проводится в реальности при помощи эмпирически воспринимаемых осязательных действий он дает самый лучший результат он действительно является ну повторяемым самый лучший результат для ума а у мужчин надо чтобы были повторяемые вот когда эксперименты повторяются и ум тогда вот начинают уплотняться а это же есть вся наука вся наука построена на эксперименте который должен повторяться вначале это делали с простыми вещами типа газа смешивали там еще что-то там все сложнее сложнее и вся вот технология все эти двигатели сгорания именно благодаря тому что появилась куча людей которые все время занимались повторяющимися это даже примитивная настолько философия создала все эти технологии в них никакого другого смысла нету они все строятся на том что есть закрепляемые повторяемые эксперименты как которые можно накапливать утончать создавать все более сложные механизмы и там эти самые и при помощи них вот решать проблемы связанные с нашим бытом например понятно да ну электричество так вот все машины крутят а ты теперь ничего не делаешь сидишь но в результате этого теперь ты вообще действительно ничего не делаешь ну потому что в магазине покупать ведь раньше тот же мужик какой-нибудь деревне он как раз все делал он там не знаю дом строил мебель мастерил сено заготавливал там пшеницу сил все знал эти циклы то есть его ум он просто на порядок лучше раз развит был чем у современного вот айтишника у айтишника у него только вода вот чинют а тот был в многомерности поэтому вот первый вот период когда первые революции начались технически все вот эти великие изобретатели но особенно у нас в россии это все выходцы из деревень то есть там где живой ум сейчас деревне все умерли живых умов мало стало городской он не эволюционирует он инвульс инволюционирует третье поколение уже будет совсем деграданта уже сейчас вот поколение пошло такое очень сильно деградирующие потому что у них не живой ум они играют в игрушки которые сделали дизайнеры он только на кнопочки нажимает она сама ездит у него воображение не работает а даже я еще помню мы играли в игрушки у меня была машинка без колес я воображал что у нее есть колеса и она ездит из-за нее же вручал также то есть сколько воображение работало что поживите эту машинку это ум развивался благодаря этому видите философии как пошла вот а у него не развивается он на клавишу ездит машинка сама ездит сама жужжит сама делается ум в этот момент не работает и даже вот сейчас еще самые страшные вещи это вот хотят сделать так чтобы рука не писала все на компьютере там ужас вообще вот эти эти самые можете японцев почитать где-то там нужно выберите каллиграфия например в интернете вы узнаете что когда каллиграфическим именно выверенным от муштрованным способом писать письмо лечат чуть ли не шизофрению то есть выравнивать сумму неимоверно это настолько творческое действие настолько много здесь умственных рецепторов задействован чтобы удерживать письмо и чтобы она ровно выписывалась то очень развивает интеллект просто невозможно именно даже вот письмо вот именно когда бы это действительно как вот это каллиграфическое там от нажима зависит толщина не это как художественное произведение что этому письму в это высших школах там японии специально студентов учат чтобы тренировался ум это у них такие специальные занятия есть а у нас дураки вообще хотят убрать чтобы ничего не писал чтобы ребенок был вообще дебил это я опять про что ну да включил с вами так вот и вот когда философию изучаешь там вот это прикольно становится что оказывается когда люди думают о том чего нет и откуда все взялось и что это самое они как бы действительно с разных сторон исследует и вдруг ты видишь что это все одно что вот множество разных точек зрения это заглядывание в бесконечность разных сторон все они смотрят в бесконечность то есть у всех практически обнаруживается вот эта способность ума обнаруживать предельность ну или беспредельность что куда бы ум не пошел он доходит до предела самого себя что больше он не не понимает вот как мы сегодня с вами тупили как формируется слово как формируется действие как происходит участие в вашем этом действии просто мы из того что вот я говорю автоматическое образование получали нам сказали запишите вот так это делается записали запомнили это отложился мы так думаем такими схемами и никогда даже не задумывались никогда не задумывались о простых самых элементарных вещей вот я говорю сейчас вот например начали задумываться очень серьезный вопрос там в нейропсихологии а как же мысль то собственно говоря формируется как вдруг из разрозненных каких-то сигналов формируется то что называется слово и что вот звуковая вибрация которая формулирует другим умом раскодируется вот в те же и одинаковое понимание происходит как это происходит как даже вот элементарно я сейчас говорю как вы собираете эти волны в смысл и как происходит как это собирание и самое главное в смысл и понятно что там есть вибрирующая эта штука которая каким-то образом вибрирует от того что есть механическое движение хотя тоже бредятина но как она там же их не не тысячи этих вибраторов каждый который какой-то нюанс а там одна вот эта барабанная перепонка из одной вибрации как она собирает вот это многообразие всего как она собирает и там же механическая вибрация просто барабанная перепонка вибрирует как же одна вибрация превращается в многомерность вот этих всех смыслов как это так как дифференцируется и причем знаете же что можно эту еще на тренировать и начать музыку слушать и слышать так музыку что вот но знаете тренированный слух он сразу увидит где фальшивит где не фальшивит это я мне хоть на этой самой на табуретке пеликой я все буду думать что это музыка а там какой-нибудь чуть-чуть что-то какой-то нюанс и так да у тебя тут вообще это вообще там просто какофония видят слышат это вот нарушение вот этого что есть то есть оказывается само звучание важно в нем есть гармоничные составляющие а гармонично это мы сразу выпадаем вообще не понятно что значит гармонично ну типа гармонию можно числом померить ничего подобного и ну вроде бы подобное но еще раз говорю вот можно имитировать например ту же музыку например ее чтоб писал ну программа и типа но ты те же самые расставляет каким-то образом но это все равно вот эта программа там как это называется души нету что значит душа находится там этих музыки до каким-то образом мы просчитываем что вот в этих простых звуках зарыта бесконечность душа это при беспредельность это значит вы да вы видите что это ними не фанью арты механиза создал а там за этим стоит беспредельная я которая как-то вот так вот вы вы выпендрилась и вот она теперь там или по поэзия та же самая да она на талантливая какая-то поэзия казалось бы но тут вообще даже тут же не музыка просто слова написаны на ну это что проще насобирал слова в рифму вот эти поэзии правильно же нет а иногда и поэт буквально несколько фраз написал у тебя действительно дрожь аж пробирать как он узнал что я такое вот чувство про переживая ведь вроде бы слова то все я тоже не знаю а он всего один раз там поставил каким-то способом а меня уж за самой пробирает каким-то образом как это вот так вот он умудрился в эту гармонию попасть то есть вот и вот действительно когда начинаешь вот эту философию разбирать то видишь что везде все нормальные философы они подошли что существует нечто беспредельное запредельное невыразимое не описываемое вот то чем придумали эмпирики и философы материалисты которые вот как раз и запустили весь этот проект причем это самая примитивная философия а видите какое у нас поклонение технологиям и всему такому прочему здравствуйте и в результате этого возникает вот ощущение вот я говорю что что есть всевозможные оттенки одного и того же всевозможные оттенки одного и того же с разных сторон из в разных спектрах что действительно что мы своим умом можем подобраться к самому 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 ну например откуда все взялось вот кстати тоже интересная тема да ну да откуда все и почему она вдруг начала все браться и действительно нож берется не как попало как угодно а берется по как бы уже готовым траекториям разные виды животных разные виды растений у него всех всех это вот гармоничная вот эта пропорциональная конструкция прорастает у всех у них какой-то они друг с другом связаны пчелки собирают нектар и мед жрут люди и все такое прочее как же так вот и главное я-то в этом не участвовал то есть единственный там в принципе мне кажется организатор всех этих может быть человек а это как бы я напоминаю как бы вот как будто это так вот в природе хотя мы это уже сейчас прошаренный понимаем что ты я же и делаю это я всему придаю смысл это именно а тогда кто я то есть я и есть этот создатель что ли это я забежал вперед заложил программу родился собой теперь смотрю на свое творение ну я же и расшифровываю эту всю конструкцию как я это так делаю и действительно а кто я и тут начинается кто я да мы сегодня сколько и вчера 6 часов 6 часов 12 часов вот это я кто это такая и мы видим и все вот мы как вот напрягались все увидели что никак вот никаким словом не ловить то есть мы насоздавали кучу слов и даже слова я вроде бы есть но она ничего не улавливает но когда я говорю я и туда поймаю вот если его убрать вот там где-то еще вот а ну а ну где вот это я кто такой я как я вот причем я она глубже всего то есть до всего вот все остальные слова они после я появляются то есть что если нету я ничего не не только ну мы уже говорили опора такая но я уже опирается я там по поводу своей личности я по поводу того что мироздание я там и все такое то есть это такая опорная площадка которая при этом говорю все остальные слова они не опорные они пустые да помните в них начинаешь смотреть а там ничего нету а здесь опираешься а тут опираешься как раз на том чего нету как вот мы опираемся на то чего нету видите прямо сейчас вы пытаетесь каким-то образом запустить механизм понимание чтобы вот это так вопрос какие есть как вы относитесь к планированию дальносрочные мы уже говорили я тоже как-то на эту тему говорил что планирование она совершенно замечательно единственное что с планированием у нас иногда есть одна шуточка мы все время планируем должно быть так то есть вот например я собираюсь ну например распланировать свой отпуск я должен если я вот такой собранный нормальный человек который не тратит на пустое время я например говорю субботу за неделю до отпуска я трачу два часа на планирование я сажусь открываю календарь открываю там где билеты брать все такое прочее и начинаешь во время планирования я на своем месте то есть видите это это время и место планирование то есть у планирования есть свое место и время я это на планировал в календарик вставил и забыл об этом просто оставил например у себя там ноутбуке чтоб он не сигнал подавать когда обратить на Все. У планирования было свое место. Я отпланировал. Больше я не вспоминаю об этом плане, не думаю, как его поменять или еще что-то. Если у меня к этому моменту что-то складывается, нарушается, тогда я возвращаюсь к плану и решаю именно эту проблему. Не думаю опять о всем, план рухнул, как же я так, что я теперь буду. Решаю эту проблему. Если она влекет изменения во всем, в этот час я все перепланировал и опять забыл. У нас же как планирование происходит? Мы все время думаем о плане. Мы не думаем о решении данной проблемы. Я вот сейчас сижу и еще думаю, блин, а прилетят самолеты? Улечу я, не улечу. А что мне с собой взять? А вот надо было выбрать, это мы планировали расписание, а это мы планируем что взять. Списочек составил и все, и забыл об этом. А я обычно, как человек, все время надо с планом сверяться каким-то образом. И в результате мы все время из-за этого, этот план в голове у нас. Причем в таких всяких вариантах. И я думаю, что я свою жизнь под контролем брожу. Я придерживаюсь плана. И даже когда я что-то решаю, то что в плане было написано, я еще думаю о плане зачем-то. Спрашивается, зачем о плане думать в этот момент? Это короткосрочное. А перспективное? У любого момента планирования есть такой момент. То есть я говорю, нормальные люди, которые там занимаются бизнесом, у них есть эта тетрадка, где они все штуки расставили и действуют очень рационально. Они все время решают ту задачу, которую нужно решать сейчас. Поэтому планирование это делается один раз. Расставили и все, и дальше придерживайтесь. Потому что я говорю, под понятием планирования это подразумевается постоянное беспокойство по поводу того, что случится в будущем. Это лишнее. Да, это лишнее. Принцип здесь и сейчас. Да, везде принцип здесь. А в нем нету планирования. В нем умеете делать долгосрочность, выберите те места, где вы будете, то есть сейчас вы не делаете, а вот в начале краткосрочный, как закончится, я буду делать долгосрочную. Это будет там 20 числа, и вы себе в план вставили. Буду делать долгосрочный план. И ему, так как он долгосрочный, выделю не два часа, а там три часа. А может эго мешаться? Хочу не плоскарта, там еще люкс будет. Типа, успею или не успею? Нужно успеть, комфортней же будет. Это мешает эго. Это потому что ты, видишь, выкинул в будущее. Да, да, да. Да, это неправильное планирование. Совершенно. Вот я, например, сюда ехал, вначале мне предложили на самолете полететь. Я такой по дорости, не в тот посмотрел сайт, но посмотрел в московский и увидел, что там через Минск он летит 10 часов. И стоит там 15 тысяч или что-то такое. И я посмотрел, тут же подумал, это сам, что ты 10 часов. Это же я буду на самолете, там где-то в аэропорту сидеть, а дай-ка я на поезде поеду, потому что в окно можно смотреть. Захожу на сайт, смотрю на сайте. О, дешевле в три раза. Выходит нормально. в девять часов. Утром он поедет. Так, ну что, будем брать? Смотрю, там места осталось еще 60 штук. А, думаю, возьму за два дня. И забыл об этом. Через два дня включился, включаю, хоп, места все разобрали. Я не думаю, что какой я дурак, что я это самое. Я сразу думаю, а, наверное, есть автобусы. Залазю на сайт автобусов, нахожу автобус и еду на автобусе. И даже не вспоминаю, что на поезде было бы лучше, а на самолете все лучше. И это все забыто и не вспоминается. И даже когда, вот я еду, автобус сломался. О, автобус сломался. Ну, я сейчас еще пару часов посплю. Если к шести часам не починят, вылезу из автобуса. Я поспал два часа в автобусе. В шесть часов вылез, смотрю, водители роются. Я понимаю, что шесть часов, в четыре часа до этого самого осталось. То есть, видишь, я все время решаю текущую ситуацию. В моменте. Да, да. Я там час с ними повозился, попытался у них выяснить, починят или не починят. Там два каких-то дзен-буддиста чинили. Они ничего точно не отвечали. Они многозначительно молчали. Они пыхтели, там крутили железки. Вот так на меня смотрели. Ну, в общем, короче... Вы опирались по факту, на дому. Да, я ничего не думал. Я их спрошу. Ответьте, не отвечает. Может, так попробовать ответить? Не отвечает. Пойти второго водителя подойти. Там такой же дзен-буддист. Потом они вдвоем. Дай-ка я послушаю, что они говорят, когда чинили. То есть, пытался собрать информацию. Потом вижу, что... Ну, я уже пока час смотрел, я обнаружил, что когда они воду заливают, она тут вытекает. Они что-то крутят, заливают, она вытекает. Я смотрю, повторяется. Я думаю, что так и будет до конца. Да. Остается три часа, я понимаю, что это впритык. То есть, я уже... Я тогда звоню в такси, говорю, приезжайте, вывозите. Звоню Ирине, говорю, встречай на границе. Ирина на границе, и дальше я решаю уже текущую. И не жалуюсь там, и не думаю. Не было сомнений? Не было осуждений? Нет, да. А ведь могут... Там и все, и день пропал, и сейчас я сяду. Нет. Только текущий вопрос. С дзен-буддистами. Вижу, не отвечают. Дай понаблюдать, что делают. Вижу, что там полный шлак. Все, надо следующее действие делать. Следующее действие. Звоним в такси, и едем. И никакого сожаления, нигде, ни разу. Ни разу. Один раз было на границе, но хорошо, что мне Ира не сказала, что там должно два часа меня пропускать. Я быстренько за 40 минут пробежал все это дело. Потому что было в таком уже намерении. Я понял, там люди меня ждут, я уже на час опаздываю. Но она мне позвонила, сказала, они там йогой будут заниматься. Я думаю, час нормально. Не разбегутся. Приехали, вошли, все. И видели, все нормально было. То есть и у меня не было стресса. Да, все было, как будто ничего не происходило. Потому что некогда было думать о том, получится, не получится. Что такое? Подвожу людей. Ой-ой-ой, что такое? Закидают помидорами язык. Может, и было, когда мы не тратили это время. Не тратили. Кстати, это выработали уже. Да, то есть все время находиться в событии. Причем здесь нельзя было планировать. То есть я понимал, тут плана не может быть. Тут только отслеживание текущей, реакция на текущие события. Реакция на текущие события. Да. Скажите, пожалуйста, если во время медитации сталкиваешься с тем, что тебя выкидывает. Ну просто или мысли улетают, или просто вырубают. Что делать и как? Значит, с вырубанием. Это действительно один из первых порогов. Так как энергии не хватает, то обычно защитная реакция организма включается. То есть вот вы медитируете, к пустоте действительно подъехали, и даже вас вот чуть-чуть уже наторгнуло. И тут тело понимает, для ума тут никакой пользы нету. Спи. Еще я заметил, если сексом занимаешься накануне, никаких медитаций, я думаю, вообще невозможно. Ну то есть нет энергии, засыпаешь постоянно. Это прямо профессиональные вещи, как мой опыт показывает. Хорошо, вот запомните его опыт. Если я сейчас медитирую, сейчас сексом занимаюсь, то у меня это было явно видно, какая реакция. Вы можете консультации начать, поэтому секс и... Короче, энергия, да, это важно. Да, да, и поэтому здесь единственным способом, чтобы поддерживать вот медитативное состояние, есть вот эти всякие практические действия. Но, к сожалению, мы вот в первый ретрит, когда я проводил, мы как раз на них в основном делали. Что есть специальный, вот ты погрузился, начал отплывать. Надо внимания подвести к кончику носа, и надо следить, как вдох и выдох делаются через нос. И вот в этот момент что-то там с энергией переключается и снова возвращается в бодрое состояние. То есть чисто технически есть средства. Последить за дыханием, в конце концов встать, пройтись, снова сесть. То есть тут чисто технически, механически, потому что это просто недостаток энергии, засыпания. Когда лунги чуть-чуть расслабили, уже засыпаний не будет, вплоть до того, что иногда бывает такой период, что целую неделю, там по два часа спишь, просто не заснуть, наоборот. Шевелится все, шуршит. Бодрое очень состояние, наоборот, когда энергии пошли. Поэтому это первый такой барьер, который, его технически нужно, я говорю, встал, походил, встал, подышал, последил за дыханием, говорю, на кончике носа. То есть короткий вдох и выдох. То есть не вдыхаешь так, а так, как вот, чтобы ветер по носу носился, и ты в это сосредоточишься. Во-первых, чуть-чуть кислородное голодание, тогда включается режим дополнительных ресурсов. И во-вторых, ты концентрированно не успеваешь убежать, потому что это такой концентрированный, не успеваешь лететь, надо все время следить. И такой раз, тонус вернулся, и снова медитацию. Это обычная тема, но очень многим мешает. Как найти в себе лунги? Лунги, как найти? Ну, это мы термин такой из тибетской взяли. Это не лунг какой-то случайно, который английская долго сидит там, типа... Нет, нет, это как раз тибетский термин. Так я уж, мы же первый день там... Ну, типа повторить прошел вот такое. Значит, это, еще раз говорю, находится в повседневной жизни. То есть то, на что у тебя выстреливает быстрая реакция с эмоционально окрашенным вот каким-то моё или не хочу, или ненавижу. Нашел, составил этот список. А дальше уже, чтобы их найти, это надо вот эту практику делать. То есть ты вспоминаешь и начинаешь искать, в каком месте. Где это пространство, где это же... Это все, вот оно есть. Это ветер. То есть там неконтролируемо зациклилась энергия. Ветер, да. И она вот там крутится, 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 крутится. И вот она... У неё там энергия есть, и если она с подобным сталкивается, она тут же оживает. У тебя в мозг сразу дышь, и сразу реакция. Козел! Зачем сказал? Кто? Ну, когда кто-нибудь тебя подрезал на дороге, да? Суждение. Да, да. Или он сейчас в футбол идёт. Куда мазил? Я вчера так орал. Вчера немцы с шведами играли. Как сыграть? Вот. И я как раз пришёл на последние 10 минут. У них было 1-1, и немцы, они же бывшие чемпионы мира, а они должны были вылететь, и шведы как-то их мутузили. И вдруг их, во-первых, последние 10 минут, им 5 минут добавили, и они начали играть. И причём, один раз в штангу бьют, второй раз в штангу, и тут я говорю, козёл! Я понял, о, какой хороший момент, а чё это, козёл? Я ж вообще футболом не интересуюсь, кем завёлся, потому что есть массовый психоз, который зацепляет тут ещё. И вот, они всё-таки... И когда забил там, ой, красавчик! Ой, молодец! Как он вкатил, да, такие... А шведы дураки, они тоже, у них были 2 голевых момента, они могли... Они просто, видимо, у них, вот они вот сделали опасную вещь, они психологию всё заточили на удержание счёта. И даже когда им судьба давала, они вышли 2 воротари, тут второй там, в 5 метрах, в 10 метрах, один, просто один, никого, все отстали. И этот дурак бьёт сам в воротаря. Хотя просто вот передал там, а тот в пустые... Знаете, что конспирологи говорят? Да. Что эти все матчи куплены, и играют, пока они все не поставят ставку. Что же, как-то такая версия есть. Всё испортилось. Как же я теперь смотреть? Да, да, да. Так вот, а убирать эти логи дыханием, да? Да, да, да. Вы помните ещё? Найти, найти. Нашёл пространство и пошёл. Через левую сторону вдохнул, через правую. Давлением в эту комнату вгоняешь, по правой стороне этот... Прямо как проветриваешь, все форточки открыл, и чтоб выдало. Прямо можно даже представить, какие там плесень какая-нибудь вылетает тут, чтоб какие-то любят вещественный ум. Вылетели, и там можно даже представить, что тут же огонь вспыхнул, а не все в пространстве, потому что нечего им там летать. Следующий вдох. Перепросмотр. Да, перепросмотр, совершенно верно. Но мы так и говорили, что есть техника перепросмотра в других традициях. Вы ещё раз скажите, сразу в автомате скажет, что с правой вдыхаешь. Это вы определили, что это... Это не я, это мне эти тибетцы насвистели. А я уже сказал вам, что это истина. Вот. Значит, правое, это всё, что ненавижу, левое, всё, что люблю выдыхать. Можете поменять, но придётся вам как-то поверить в это, что вы... Для этого вы должны где-то прочитать, что мужчинам надо наоборот. Этот авторитет тогда вам сделает авторитетным и так далее. Но это без разницы. А потом всё шуми можно. А центральный, да, это там, где вы себе отказали в жизни, в способностях, возможностях, потеряли веру в себя. В общем, где-то там проминусовали очень сильно. Про медитацию. Да. Вот если в процессе медитации это не совсем получается, но очень часто образы, это... Я до конца не понимаю. Это вот ум со мной играет. И такие образы, которые я о них не думала, но какие-то вот... То ли воспоминания, то ли вообще картинки вот мне незнакомые. Мне их убирать, мне их смотреть. И я вот не понимаю. То есть и из этого как бы я стопорю. Потому что я не понимаю, что делать с этими образами. Помните, ему вот в конце особенно делали, что отпустите это. То есть вначале вы пытаетесь эти образы понять, управлять, да, смотреть, из какого места они вылезли. Все это ерунда полная. Ничего не успеваете заметить. Поэтому сдались и просто, как вот действительно, кинофильм. Вот такие и прошли образы. И вы, так как вы на них не напрягались, они через некоторых... Не фиксировать их, не запоминать, потому что... Там нету смысла никакого. Нету никакого. Это просто проходящие кинофильмы, как во сне. Это вот, видимо, у вас такая хорошая возможность. Вы умеете даже в бодрствующем сознании из подсознания выкидывать какие-то картинки, как ассоциации на какие-то ваши переживания. Но почему-то мне и хочется их как-то попытаться проанализировать. Вот не надо, вот не надо. А особо не получается, потому что не всегда они связаны с воспоминанием. Это как сно анализировать. Во-первых, там половина все забылась, но есть какие-то придурки, которые еще толковать что-то пытаются. Дуль полная. Фрейда особенно почитайте. Ну, бедненький, кокаинчик, сексуально заблужденный. Табоша тоже два вида сна. Ну да, все это бельмирда на постном масле. Сны – это очень уникальная вещь и очень с вами связанная, близкая. Понимать там нечего. Сны – это перепросмотры. Это, наверное, второе вопрос, потому что у меня с ними тоже очень большие как бы непонимания с собственными снами. У меня, когда начинаются вот такие действия, ну, типа событийные сны подряд, у меня потом я иди заболеваю и я сейчас уже как бы четко понимаю, что если вот мне сейчас снился вот такой активный сон, то ну, что-то ждать. Да, если у вас какая-то связка возникла с этими снами и с перспективой, да, вот знайте, о, что-то ждать. Ну и что? А может, это сны перед кучей мусора и кучей сомнений, а сны это как бы они чистят? И из-за этого и болезни лунки, которые появляются. Ну да, сны – это чистки, чаще всего, это перепросмотры, да. Это вы… Иногда у меня, ну, прям, бывает большой промежуток, иногда прям через несколько дней, но чаще всего я, ну, связана с болезнью. И сны такие, ну, иногда страшные, да, я просыпаюсь, как бы иногда просто вот куча каких-то, ну, я их очень хорошо помню, вот именно как фильм посмотрела, Ну, потому что, да, они вас коснулись ваших живых, то есть они действительно вошли в ваш эмоциональный этот самый, поэтому они, говорю, как перепросмотры делают, то есть вы попереживали, вот как я говорю, вот то, что мы продышкиваем и пытаемся попереживать, это сделать вот как бы в глубоком сновидении. А сны это делается, прямо действительно переживается. Переживается для того, чтобы перепросмотреть. Раз ваше внимание это дело высветило, то они как бы ослабляются, ну, и действительно, можно на оптике потом выскочить, как чистка болезнью или еще что-то такое. Но если вы это начинаете, ну, просто знать, о, сон, вот после него что-то может быть. Ну, понимать там нечего. Потому что там уже все прорешалось и все сделалось оптимальным образом. Вы ничего добавить к этому не сможете. То есть я думаю, может быть, как-то предвосхитить болезнь, а в итоге я ее ничего не могу делать, я все равно заболеваю совершенно неожиданным там. Ну, то есть да, вы хотите влезть в это как-то. Да, я хочу как бы представить ситуацию. А болезни, еще раз, тоже это очень полезные вещи. Они как раз наоборот чистят. Это мы, дураки, думаем, что болезни это. А нет, болезни это способ организм как раз, ну, вот, тоже такой перепросмотр уже на физическом уровне сделать. Заглядывание вот в это мутное пространство, туда собирается иммунитет, туда собираются там эритроциты с этими самыми. И они там начинают что-то, какое-то воспаление происходить, это они борются так. То есть, это они борются. То есть, вот, горло болит, это они борются, там начинается воспаление. А ты его таблетками раз заглушил, и борьба не произошла, и болезнь эта там осталась. В следующий раз сильнее, в следующий раз сильнее, или еще куда-нибудь перейдет. Поэтому перебаливать обязательно нужно. Именно перебаливать, так вот, состраданиями небольшими, чтобы запоминалось. Так, что-нибудь спрашивайте еще. Если все относительно, то точку сборки, точку опоры ты выбираешь сам. Периодически ты ее... Ну, то есть, не ты выбираешь, а она тебя выбирает. Ты думаешь, что ты ее выбираешь. На самом деле, ты ее в течение определенных отрезков корректируешь, исходя из обстоятельств, или, опять же, обстоятельства ее корректируют? Ну, конечно же, обстоятельства ее корректируют. То есть, я говорю, минимальная возможность у нас связана с управлением. Особенно, если это связано с тем, что есть вот эти эмоциональные штуки, они есть в бесконечном количестве везде. То есть, из них это выскакивает быстро. Ты не успеешь. Ни один йог не может заметить, как возникает мысль. Потому что это молниеносный процесс. И, соответственно, молниеносные вот все эти события прорисовываются. Особенно события, которые ты воспринимаешь как внешние. Ну, например, дождь пошел, или, например, там, кризис какой-нибудь возник, или еще что-то. Ну, как ты можешь влиять? Ну, есть, конечно, заклинатели дождей какие-то такие прописали все это дело. Но это только из-за того, что как раз у них никаких проблем нет. То есть, они вот эту субъектно-объектную связь так выстроили, что у них вот это мироздание, и они действительно их одно тело, и поэтому так происходит. Но это очень редкий случай. Если мы говорим про себя, а мы все время должны говорить только про себя, то здесь, конечно же, все события происходят, ну, в автоматическом режиме. Ты можешь постфактум думать, что ты про что-то повлиял или что-то делал, но даже вот это, я говорю, постфактумное размышление, это тоже часть этой истории. Оно не является исключением из нее. То есть, ты все равно позже реагируешь на все это. Все делается, потому что есть, я говорю, есть целый пул надуманных тобой до этого мыслей, на выстраданных каких-то состояний. И все делается для того, чтобы их разгребать. И поэтому возникают какие-то форс-мажорные события, какие-то детали для того, чтобы обострить твои накопленные те самые, чтобы они ожили, и ты их увидел. Увидел и с ними проработал. Внутренний мир с этой ситуацией высвечивают эти твои лунги. Ну, высвечивают. Ну, мы уже лунги придумали для этого. Высвечивают вот зажатости. А мы уже говорили, ведь основная проблема – это как раз не мешать течению естественной жизни, не создавать блоки. Мы, когда пытаемся исправить или помочь реальности, типа вылечить болезнь или подложить сено, чтобы не упасть больно, все равно упадешь мимо сена, если нужно упасть. То есть, кому нужно утонуть, того не повесит. И, соответственно, ты просто в себе дополнительные зажимы создаешь. Еще больше мешаешь естественному течению. Вот я говорю, вместо того, чтобы дать болезнь пройти через тебя, пережить ее, выработать антитела, ты ее заглушил, в результате у тебя иммунитет, не про это самое. И тот лунг, который запускает болезнь, он остался. И укоренился, да, еще лучше. Поэтому здесь никак ты не вмешаешься во всю эту систему. Единственное, что ты можешь делать, это минимизировать свое участие. А это значит, что расслабиться и позвольте. Принять вот этот момент, что ты ничего не решаешь в этом. И это самое мощное решение. Это самое мощное воздействие. Это значит, ты честно взглянул в глаза мирозданию. Что ты понимаешь, да, мир, я тебя принимаю таким, как ты есть. А принять его таким, как это есть, это значит, ну, полюбить его. То есть, ну, принять. А это значит, все, ты с ним единый стал. Ты сделал просто мега мощное событие. Ты соединил мир с собой. И он теперь, он, как только человек это делает, вот этот вселенский принцип, он начинает видеть этого человека и включать в свою единую систему. Он видит, что ты больше не сопротивляешься. Поэтому, помните, мы говорим, он тебе показывает твое место, он дает оптимальный ресурс под твою любую задачу. Потому что эта задача теперь не твоя, а задача вселенская. Поэтому и нужно мелко шишовой задачу убирать, которую эго делает. А стараться максимально решать задачи, которые, ну, как можно сказать, ради блага всех живых существ. Причем это не обязательно, что ты теперь носишься и делаешь зоозащитные там какие-то эти самые. А ты, например, табуретку делаешь ради блага всех. Или как это в христианстве, ради бога. Как жертвоприношение богу. Видели, крестьяне, как делают? Они же сами пашут, сеют, но при этом садятся жрать ей бога. Спасибо, ты мне дал. Как это он дал? Ты сам сеял, ты должен сказать, какой я молодец, я себе жрату сам готов. Нет, у христиан было понимание, это бог дал. Я просто ему помогал. То есть вот такое отношение к миру. И тогда и еда совершенно другая. И в следующий раз урожай вырастет снова. Как только ты эго включаешь, начались там урожаи, там еще что-то, еще что-то. Как ты принимаешь, что твое действие не твое, а ты никакой не сеятель, не пашитель, а ты просто созидатель с богом того, что происходит, тогда это энергичное становится действие. И вот древние люди, они как бы это понимали. Ну тогда у них, потому что не было еще разрыва субъектно-объектного, они понимали, что все это пространство, они с ними связаны, и они в него включены. И они с ним находятся в личных отношениях, не в воображаемых, а именно в личных. И все время, ну до этого, может быть, саму природу благодарили, или там тех богов, которые эту природу, то есть с ними лично общались и понимали, что они вообще никто. Вы помните Одиссей-то на чем пропоролся? Он решил, что это он выиграл войну, что это он придумал коня, они зашли, и трое пало. И он такой вышел к морю. Я! Посейдон такой, о, кто это? Ну иди, поплыви на кораблике, сейчас мы посмотрим, кто тут я. И до него, вот он 20 лет носился и понял, что все в руках богов, они с нами делают все, что хотят. А что значит в руках богов? Что идет в я. Да, что боги это и есть проявление стихий. Ты ничего не можешь, ты никто. Ну, именно вот как вот субъект, именно вот как эго-хрень вот эта, которая сама себя хочет обособить. Как только ты говоришь, что боги, я с вами заодно, я, как вот Мавли говорил, ты и я одной кровью. Причем он говорил и животным, и деревьям, и совсем. Все, тогда мир понимал, он наш, он единый. Мы с ним работаем красиво. Ему позволяем быть здесь. Он не нарушает законы Дхармы. А это и есть закон Дхармы. Быть в соответствии с природой. И поэтому человеку очень важно вот это сдаться. Потому что эго говорит, сдаться это стать слабым. Типа, ой, это только дыхляки в бога какого-то верят. А мы у природы сами все возьмем. И где вот эти братья природы, которые 70 лет у природы брали. Сидят сейчас с нищими пенсионерами. Их же выкинули, их же дети на улицу. И все, и забыли вообще, и даже не вспоминают этих братья природы. А казалось бы, о, великий Советский Союз, мы там реки поворачиваем, в космос. Никому дела до них нету. Пшик. Пустота. Через некоторое время даже, наверное, Ленина не будут вспоминать. Ну, будут вспоминать как какое-то недоразумение. Но того пиетета, который был при жизни Советского Союза больше. Потому что они дураки. Они себя... Вот им и показали, кто они. Но даже это... Ну, это даже было так смешно, потому что те, кто делал революцию и думали, что-то делали. Следующие за ними, их вырезали. Затем те вырезали этих. И вот так вот три раза сделали. Зачищали всех вот этих... Ленинов. Да. Пока не пришли демократы, и вообще их под... И память о них убрали. А в Украине, видите, еще и Бендеров подняли. И время переменовали всех этих бывших советских. Это ж цирк. Цирк какой-то. Потому что ничего ты не можешь, человек. Ты никто. Если ты о себе думаешь, как о чем-то, таком вот отдельном, самосущем, или еще что-то. Если ты же с Богом, все. Ты и сам как Бог. Тогда тебе дал открывается. Тогда ты начинаешь с животными разговаривать. Природой управлять. Только ты ей не управляешь. Просто ты видишь, что завтра будет дождь. Смотришь. И все такие... О, он дождь запустил нам на завтра. Просто у него нет разницы между тем, как оно есть, и тем, что он делает. Он как бы с ней в этой гармонии находится. Ну, ключик, говорю, один. Что больше нету времени на глупости никакие. А что вот есть я. А я это вот... Это я вот-вот просто я. Как мы уже сказали, на чем опирается все остальное. И поэтому надо как луковицу счищать все, что не является я. Что создает иллюзию. И прямо вот нету никакого другого варианта только вот дойти до этого опорного момента. Причем доходить-то практически не надо, потому что вы из него же и действуете. Как-то вот убрать вот эту иллюзорность. То есть вся основная задача, что мы слишком много придаем значение иллюзорности. Иллюзорностям. Который вот создал вот этот воображаемый пузырь, связанный с личностным контекстом. Вот он насоздавал. Он вроде бы оторвался от истинного вот этого шараума. И даже надел каких-то других. И между собой они там что-то... Но все они вот лопаются. Они все еле-еле живые. И поэтому у них ужас-ужас. Что они все умирают. И что все развалится. Мир разъезжается. Ничего в этом мире накопить нельзя. Тут же вот мир постоянно ведет себя по-идиотски. То катастрофа, то реформы, то война, то еще что-то. И вроде бы вот только накопил богатство. Раз и что-нибудь произошло. Вон у нас там кто-то сидит в тюрьме. Улюкаев. Сидит теперь. Правда там тоже цирк с конями. Но не важно. Но я говорю, было же вот даже вот элементарно вспомнить вот эту царскую Россию. Князья великие. Все было в руках. Дворцы, собственность, миллиарды. Сдуло за два дня, ну не за два, за год. Ничего не осталось. Никто ничего не увести не мог. Оказалось незыблемое. То же самое с Советским Союзом. Никаких, никто... Как разрушить? КГБ там, партия, все... Все... И вдруг... И нету ничего. И вот точно так же вот эти миллионеры, миллиардеры все сейчас сидят. Ну у вас-то вообще недавно была там вот эта вся банда с этим Севнуковичем. Хоп, и где они? И этот ничем не лучше. Может, там... И через неделю никто не будет знать, кто такой и как звать. А сейчас кажется, так мощно, вот так вот сейчас можно собрать все, накопить, спрятать, забронировать или еще что-то. Ничего нельзя. Это уэго такая. Отпустите. Мир и так все делает так, как надо. Не старайтесь накапливать, потому что богатому через рай попасть, как верблюду через угольное ушко. Но богатому это не в смысле, а тот, кто жадный. У кого это страсть. Богатство есть или нету, пришли-ушли, слава богу. Причем, кстати, вот все мои знакомые, кто более-менее вот такие вот нормальные, они никогда... Они просто занимались хорошим делом. Ну просто повезло, что они в том деле есть много денег. То есть кто-то там финансовый, кто-то риэлтором занимался, кто-то еще что-то. У них эта игра была так... Они даже ничего не планировали. Он тоже рассказывал. Большинство очень легкие и свободные люди. И даже то, что у них сейчас есть, их это как-то, ну вот, мало волнует. Есть и есть. Да, в струю попал. Именно в струю, потому что струя... И эта струя тем толще, чем ты меньше эго туда вкладываешь. Тем она мощнее. Она подхватывает и тебя выносит на самое-самое-самое прикольное. И ты не паришься. Получится, не получится. Планировать, не планировать. То есть не мешать. Не мешать никаким образом. Потому что вот что бы ты даже самое, как бы, хорошее и приятное не пытался придумать, как улучшить жизнь, это все будет помеха. Потому что она идет от эго. Эго всеми своими улучшениями, только, как это говорится, благими намерениями в ад только вас ведет со страшной скоростью. Ну и в то же время, это снова второй раз, вот для тех, кто в танке, что это не значит, что вы сели и само протекет, как это вот в анекдоте каком-то, это самое, к Богу там обращается человек. Так вот хочу быть богатым. Он говорит, ладно, ты такой добрый, будешь богатым. Сел, сидит, год прошел, два пошел, три прошел. Он опять, ой, боже, ты же сказал, все хорошо. Говорит, идиот, ну сходи хотя бы лотерейный билет-то купи. То есть нельзя так, он совсем уж расслабится. Продолжайте делать то дело. Если поток подхватил, он вас через это дело, казалось, вот я вот в философский клуб начал. Ну какой мог бы философский клуб? Кому эта философия нужна? А мне так нравилось, нравилось, видите, теперь народ собирается по всем городам. Ничего. Вообще нет философов, понимаете, и сейчас спрос конкретный. Ну да, да, да. И вот любые вот эти, кто сатсанги ведет, то же самое, посмотрите, идиот, идиотом. Я знаю десятки психологов, дипломированных, кандидатов, которые не могут собрать там 15 человек, чтобы коучингом с ними позаниматься. Не могут, для них проблема собрать аудиторию, чтобы их потренировать. А у него все там увешано. Не может. Всем чем угодно можно заниматься. Лишь бы, вот я говорю, в этот момент вас должно переть, вы расслаблены и получаете удовольствие. Это значит, все вы в Боге. То есть, действительно, для удовольствия не надо напрягаться, чтобы оно было. Как раз нужно отпустить и попасть в удовольствие. И тогда, наоборот, все начинает. Это такое волшебство, что просто вот даже удивительно. Как же вот, и причем это же многие видят много раз в жизни своей, замечали эти возможности, как они открываются. Но при этом, это действительно надо на это дело сесть, потратить много денег. Все-таки желательно стать мастером в этой области. Ну, все-таки надо стать мастером, потратить много внимания и отпустить все на каком-то этапе. И тогда, я говорю, мироздание скажет, ну, молодец, ты нам нравишься. Да, собирайся, мальчик, будешь нашим королем.